Продолжение следует... 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 и все, что нас окружает, движется в едином ритме кода 13-20. 20 – это наши пальцы, руки, ног. 13 – это 13 членений. 4 – база и основа четырехмерного времени. Это 4 конечности у человека и 4 рукава галактики. 4 кадров на ДНК, 4 стороны света. Поэтому мы будем в новой образовательной парадигме изучать сакральную геометрию, точную математику, соединять между собой пазлы времени и пространства, изучать взаимодействие всего живого и будем выстраивать связь с природой, связь с космическими циклами и познавать силы вращения, силы взаимодействия. И будем заполнять те пробелы, которые есть сейчас в системе образования. Это достаточно большой путь, нам предстоит большая работа. И сегодня наш гость Андрей Селюков хочет поделиться с нами новыми знаниями о нейросетях и о возможностях нейронных помощников. Я, конечно, нахожусь в позиции, что человек должен развивать не искусственный интеллект, а естественный интеллект, но отрицать возможности инновационных технологий тоже достаточно недальновидно. Поэтому, открывая внутри себя ящик для опознания нового, вот, я хотела бы познакомиться с Андреем. Андрей, включайте камеру, включайте микрофон. Сейчас, сначала постановочная задача. Андрей, ты слышишь? Да, Андрей слышит. Приветствую, друзья. Да, здравствуйте. Я видео не включаю, иначе пропадет поток, поэтому говорю голосом. Значит, перед началом обсуждения, Андрей, ключевая постановочная задача, ключевая постановочная задача, это создание серии хитов, которые зарезонируют в сердцах миллиардов. Это задача в максимально короткие сроки попасть широким фронтом во все абсолютно средства массовой информации о новой международной повестке дня. Автономная энергетика позволяет решить всю проблематику и перейти от расставщичества в ноосферу, обогнать не догоняя. Вот, и ты утверждаешь, что современные базы данных надо настраивать. И именно ты обладаешь той самой методикой, рекомендациями, как производить настройки и работы с сети, получить максимальную эффективность. Если есть конкретная задача, Юлия Владимировна Татьмянина, у нее объемное время, понять, как может быть тысячи таких вот галактических нянь, которые смогут визуализировать, показывать. То есть вот конкретно есть применение. Мысли глобально попасть во все СМИ, а сейчас для Юлии Владимировны ее корневой интерес, а как это может быть применено для нее, учитывая, что она скептически смотрит на воздействие вообще машинного интеллекта на социум. Все, Андрей, тебе слово. Идет за ним. Отлично. Спасибо, друзья. Рад всех приветствовать. Машинный интеллект, который сейчас появился в нашем мире, в нашей жизни, это не случайно. Ну, на мой взгляд, я буду говорить пока за себя. И я это наблюдаю как эволюционную такую цепочку событий, естественный элемент эволюции. Вообще-то нейросети возникли в 1943 году. Первая статья про нейросети была тогда. Прошло почти 70 лет. То есть это не что-то новенькое, что-то такое естественное. 70 лет уже эта технология развивается. И ее как только они шельмовали, ее всегда там демонизировали всяческим образом. Но она развивалась, развивалась. И вот мы, наконец, получили продукты на базе этой нейросети в виде вот нейросетентов, нейросетей, которыми сегодня более миллиарда человек сегодня уже пользуются этой технологией во всем мире. И эксперты ее оценивают как технологию, которая по своему масштабу влияние на человечество превзойдет электричество, превзойдет интернет. То есть ее настолько большое влияние будет, что она даже больше, чем то, что с нами случилось при появлении интернета. А сейчас мы с вами через интернет общаемся как раз. Вот. Поэтому это, естественно, эволюционный процесс. Без него, ну, его не выкинешь, как из песни слов не выкинешь. Он с нами случился. И слава богу. Вот. И сейчас задача именно научиться пользоваться этим. Потому что, вот вспомните, еще 10 лет назад при трудоустройстве у нас спрашивали, ты владеешь ПК. Там даже в объявлениях на работу был там со знанием ПК, менеджер со знанием ПК. Так вот сейчас будет менеджер со знанием ИИ. Потому что человек, который не умеет разговаривать с нейросетью, он будет как бы выпадать из общего контекста. Ну, то есть, допустим, в лодке ему будет сложно решать текущие задачи, потому что он будет их решать медленно и не очень эффективно. Вот. Поэтому вот такой новый скилл появляется у нас в людей. И я не вижу ничего плохого в том, что нас усиливает искусственный интеллект. То есть, у нас есть свой интеллект. Добавим к нему еще один интеллект. У нас уже два интеллекта. Ну, два лучше, чем один точно. Да. То есть, X2 в интеллектуальном развитии это всегда очень хорошо. А если мы умножим количество людей в стране на X2 интеллекта у этих людей, то, блин, кажется, эта страна может очень неплохо жить, имея такой интеллектуальный потенциал, такой, ну, актив, да, в виде интеллекта естественного и искусственного. Тем более, что наш интеллект человечки, он тоже частично искусственный. Сначала родители нам его тренировали, потом учителя в школе его тренировали. Ну, то есть, это же натренированная история, да, наш интеллект с вами. Его кто-то, ну, тренировал. Мы не родились такие умные, такие разговорчивые, там. Мы сформировались такими. Ну, вот, поэтому и искусственный интеллект, он нас усиливает, помогает нам быть более эффективными, знать больше, делать быстрее что-то, какие-то процессы, рутину автоматизировать. Вот. И поэтому мы сейчас так сфокусировались и занимаемся тем, что на базе искусственного интеллекта мы создаем ассистентов для людей, для разных экспертов. Ну, точнее, мы учим их, как создавать. Не то, что мы создаем, а мы обучаем любого человека, школьника, бабушку, как создать себе помощника, который будет помогать тебе в твоей рабочей деятельности, в твоей творческой деятельности, ну, в том, чем ты занимаешься. Потому что эта штука знает все обо всем, это огромная база данных, и она готова и хочет тебе помогать решение своей задачи. Вот то, чем мы занимаемся и видим в этом большой, ну, как бы, прогресс для людей. И в целом это то, что может сделать наше общество не таким агрессивным, не таким ангажированным, не таким коррумпированным. Ну, в общем, убрать из него то, что мы, как люди, туда принесли, ну, с нашими амбициями, с нашими желаниями, с нашим эгоизмом, с нашими вот такими человеческими слабостями, назовем так их. Так вот, этого нет у машины. Вот этих слабостей у нее нет. Она не хочет брать взятки, ну, ей, ну, как бы, мнение Пети или мнение Васи одинаково, ну, важно, да, с точки зрения, там, весов этих мнений. Она более непредвзята в своих выводах, оценках, анализе информации, и это дает, ну, более, скажем так, качественную обработку информации. То есть нейросеть – это та штука, которая умеет хорошо обрабатывать, синтезировать и анализировать информацию. Вот и все, по сути, что такое нейросеть. Вот, поэтому она нам в помощь, и, ну, я наблюдаю только позитивные сейчас эффекты от внедрения таких систем. Вот, я все заканчиваю, потому что я могу об этом очень долго говорить и готов слушать собеседницу. Прекрасно. Большое спасибо. У меня такой вопрос. Скажите, вот чем будет отличаться этот электронный помощник от просто Google, Яндекс, тех информационных систем, которые уже сейчас существуют, которые точно так же можно задать все вопросы и получить ответ? Да. Ключевое отличие в том, что Google, Яндекс, у них первая строка поиска – это оплаченная реклама. Да, мы все знаем, что это проплаченные ссылки, и нам сначала показывается реклама коммерческого характера, а не та, которую мы хотим найти. Так вот, нейросеть нам дает ту информацию, которую мы хотим найти, и это не чья-то оплаченная реклама. Это самое главное, основное отличие. То есть, когда я начинаю искать что-то через нейросеть, я получаю ответ на свой вопрос, а не покупку какой-то услуги или товара. Значит, вот, и это ключ. Ну, ключевое – это то, что отличает. Плюс все-таки нейросеть, в отличие от поисковых систем, это же, ну, как бы, искусственный терапевт, машина, да, которая обрабатывает, умеет обрабатывать, анализировать информацию, в зависимости от моего запроса. То есть, она сама этого не делает, пока я ей не поставлю такую задачу, она не будет ничего делать. То есть, человек пишет ей какой-то запрос, машина на основе этого запроса обрабатывает имеющиеся данные и выдает их в, ну, конкретном, таком удобоваривом варианте. И поэтому мы получаем сразу пользу от этого, а не просто информацию, например, как в Википедии. То есть, в Википедии мы читаем, что там, о чем, а здесь мы получаем, как это использовать, почему так, и как я могу это применить прямо в своей текущей деятельности. Ну, в любом случае, и Google, и Яндекс тоже начинали с обычных информационных порталов. Это сейчас уже с течением времени они стали демонстрировать нам платный контент. И мы, как бы, вынуждены уже наблюдать за информацией, которая выгодна тем или иным лицам. Получается, что у искусственного помощника есть такая же колея, потому что кто-то будет и настаивать, и, соответственно, нужны будут пользователи, которые используют именно тот или иной контент. И они нужны как пользователи. Есть ли какая-то связь между этими элементами, тем, кто настраивает, и тем, кто заинтересован в этой аудитории по определенным параметрам? Да. Антон, знаешь, что есть на сегодняшний день насчитывается 1800 производителей в мире, компаний, которые создают искусственный интеллект. Это кто? Это официальная статистика. Сколько это реально, никто не знает. То есть, представьте, 1800 крупных моделей языковых уже есть. Из них мы знаем только 4-5 самых нашумевших, там, Chagipity, Gemini, еще несколько таких, ну, очень больших, крупных, которые самые дорогущие, которые, там, за миллиард долларов и больше стоили, и которые самые обученные на больших объемах данных, потому что как раз у этих компаний была возможность скармливать им, ну, огромные-огромные массивы данных. И таким образом разработчики нейросетей, конечно же, ну, в них вложили свое понимание, свою душу, там, свое видение. Обучение, ну, это как ребенка обучать. У разных родителей разные дети получаются. Согласны? То есть, от того, как я обучаю своего ребенка, что я вкладываю ему в голову, он такой вырастает. То есть, по сути, у каждой нейросети есть папа и мама, их много, и эти люди вырастили, а дальше эта нейросеть сама еще научилась, взаимодействуя с людьми, метод обратной связи, получая от них да или нет, правильно или неправильно, она еще дальше обучается и обучается каждую секунду. Вот, то есть, дальше папа, по-моему, уже не влияет на нее. Вопрос. Предлагаю переводить в практическую плоскость, а именно, я производил запрос в нейросети по поводу эфира, эфиродинамики, ритмодинамики, и нейросети, GPT вообще ничего про это не знают. Но у нас есть ряд учебников и книг, которые оцифрованы и которые мы можем завести в сети, потом создавать запросы. Вот как вот это вот максимально автоматизировать? Да, первое, что надо понимать, что сегодня самые крупные нейросети, это американские нейросети. То есть, вот те, которые мы знаем, да, они созданы теми специалистами на том языке и обучены на том массиве данных. То есть, в основном, допустим, тот же GPT знает в основном всю, ну, основную информацию, это англоязычная информация, и она касается того континента, да, того мира, скажем так, да, англоязычного мира. Это книги, это библиотеки, базы данных, и в этом объеме данных еще нет или недостаточно данных русскоязычных. Их туда просто не загрузили. Из интернета, то, что было в интернете, вот, ну, как бы, когда нейросеть подключает к интернету и она обучается, она забирает какие-то данные публичные. Но в ней специально, вот, допустим, вот по тем темам, что вот я обозначил, скорее всего информации нет и достоверной нет точно. Ее нужно туда добавить. Смотри, ты сейчас описываешь, как есть, а я говорю, что сверхмаксимальная задача, чтобы загрузить, провести эксперимент, загрузить в нейросеть знания о теории единого поля, об эфирном пространстве, об изобилии и органичном предложении перехода от ростовщичества в ноосферу. И сделать этот вывод нейросеть. Но туда надо загрузить. Нам есть что загрузить. Давай предложи сообществу через тебя. Ты же глашатый. Мы готовы отвечать как-нибудь по площадкам. Да, это можно сделать, используя ассистента на базе нейросети. То есть, получается, нейросеть это некий двигатель, мозг. А ассистент это надстройка. Это еще один сервер, который помнит вот эти книги, вот эти источники, о которых ты говоришь, которых еще нет в головном, в большой базе данных. И вот этот внешний сервер, он, сохраняя в памяти эти все книжки, обращается к большому вычислительному ядру, чтобы проводить вычисления на базе вот этих книжек, которые у нас тут запомнились. То есть, мы можем создать ассистента, да, дать ему книги, которые мы хотим, чтобы он знал. Конкретно, смотри, Юлия Владимировна является автором книги «Времени». Есть книги Хосе Аргуэльеса, наверняка они есть, переведенные на английский, есть и на русский, и на английский. Вот, мы можем практически начать действовать. Вот у нее есть что, она может дать ссылки. максимально помочь ей, она потому что не совсем может быть, ну, как бы идея какова, что вот у нас есть практическое, что сейчас всем завязано, что Юлия Владимировна будет заниматься 100% тем вопросом, где есть объемное время. Вот, у нее есть книги, которые надо уже загрузить в нейросеть и начать смотреть, что будет происходить. А можно я еще задам вопрос? Вот смотрите, вот есть Яндекс, Гугл, была там программа Linux, да, где гарантия, что вот именно этой программой, которую мы сейчас говорим, а как она называется, назовите, что будут пользоваться большинство, и именно те пользователи, которые нас интересуют, и как они о ней узнают. То есть загрузить вообще вот хоть куда, хоть на любой, это то же самое. Мы сейчас возьмем жесткий диск, туда все запишем, но как к жесткому диску, к этому, к базе данных, к этому ассистенту будет доступ у других людей. Каким образом они узнают? Это то же самое, что нужно... Об этом, Юлия Владимировна, перемотайте. Центровая задача одномоментно попасть во все средства массовой информации, чтобы об этом жестком диске узнали. Да. Да, а это другая задача. Может ли нам ассистент в этом помочь? Да, ассистент нам поможет выработать стратегию продвижения. Он нам посоветует инструменты, которые мы используем. Допустим, через блогеров продвигаться или контекстную рекламу запустить. Он даже посчитает нас в процентном соотношении, какой из инструментов будет более эффективно работать в нашем случае. Какая целевая аудитория. То есть мы должны... Пошагово примерно будет выглядеть так. Мы создаем ассистента. Это просто назначаем роль, его задачу, цель, которую мы хотим достигнуть, источники, которые мы хотим, чтобы он использовал в ходе обработки данных. И создаем такого помощника. Дальше мы к этому помощнику даем доступ всем заинтересованным людям, чтобы они могли заходить и задавать ему вопросы. И он им начинает отвечать, исходя из книги автора, исходя из вот этой концепции, с которой мы хотим познакомить людей. И они начинают с ним диалоги, разговоры 24 до 7 на любых языках мира. То есть нейросеть умеет понимать любые языки. И, соответственно, к этому ассистенту могут подходить, ну, заходить, пользоваться люди из разных стран, задавать ему вопросы, получать свои ответы. Как сделать, чтобы это стало для всех доступно? Нужна реклама, конечно же. Это реклама по YouTube, в Telegram, в Instagram, ну, короче, везде, ну, как обычно. То есть это рекламная кампания, это медиаповоды, это сенсации, это какие-то слухи, это, ну, все как обычно, все как всегда, да, как распространяются такие новости, да, сенсационные. Ну, а чем тогда отличается? Можно же точно так же сейчас вложиться в рекламу глобальной волны, раскручивать YouTube канал, там уже все есть, там есть ссылки на книги, библиотека, видео. В чем будет разница этого ассистента от, например, там, канала в YouTube? Разница будет в том, что, первое, что люди на разных языках могут задавать ему вопросы и на своем языке получать ответы. Они могут 24 на 7 к нему обращаться, потому что мы живем в разных, ну, временных широтах, и американцы сейчас пят, а мы с вами бодрствуем. И наоборот будет, да, и то есть ассистент, он не спит, он всегда бодрствует и отвечает всегда на наши вопросы. Это удобно. Далее он делает некие summary, ну, как бы выжимку, смысловые, то есть если я задаю какой-то вопрос, он на него конкретно старается ответить, а не просто давать мне всю книгу, допустим, чтобы я ее прочитал. Он отвечает на мой конкретный вопрос, и, соответственно, я получаю более, как бы, структурированную и полезную для меня информацию, за которую я пришел. Это типа человеку нужно прочитать преступление наказания, а ассистент-помощник ему говорит, так, вот Раскольников быстро сделал, и он дает короткий ответ, да, то есть не нужно читать всю книгу целиком, а получаешь пазловое знание о том, что ты как будто бы понял сюжет, да. Но это ведь объединяет человека и не дает ему глубину размышлений, то есть ассистент снижает умственную деятельность человека, и он перестает сам думать и перестает сам анализировать, то есть ему как бы дается на блюдечке с голубой поемочкой готовое решение. Как мы будем развивать именно естественный интеллект в таких условиях? Да, ну, просто тут смотря какая задача стоит перед человеком. Если ему нужно быстро узнать, о чем эта книга и взять ключевые смыслы из нее, то сам она ей подходит. Если ему нужно понять философию Толстого и разобраться в хитросплетениях ее души и каких-то там философских подходов, то нужно читать оригинал и очень вдумчиво три раза перечитывать с карандашиком. Задача. Это определяется то, как с контентом человек работает. Сегодня большинство людей хотят быстро получить какую-то полезную выводную информацию и применить ее сразу же в какой-то ситуации своей, рабочей, жизненной. Поэтому, исходя из задачи, каждый выбирает, как он будет эту информацию обрабатывать и получать. Вот. И поэтому сегодняшние технологии коммуникационные, они помогают человеку быстро и больше. Вот никогда еще в истории человека, вот тот же там Толстой, Достоевский, они не могли представить, что такой объем информации они могут себя сегодня за один день загрузить. А мы можем. То есть мы сегодня можем прочитать полбиблиотеки, не знаю, Кушкинской, в виде summary за очень короткое время. То есть раньше при жизни человека такое было невозможно, а сегодня возможно. Значит, наш интеллект в целом, я не говорю, что там детали и какие-то нюансы, но в целом он сильно развит, очень сильно. Ну, то есть по отношению к 100 лет назад людям. Да, то есть вот с точки зрения развития интеллекта мы эволюционировали здорово. Качество интеллекта, тут можно, ну, посмотрите под разными глазами и поспорить, да, какое качество интеллекта сегодня у людей. Но он более наполнен данными, более развитый, более большой. В нем быстрее происходят эти связи между нейронами. То есть это такая машина, которая разрослась уже. И сейчас вопрос, что в этой машине внутри, как бы, какого качества информации находится. И вот это зона ответственности тех, кто информацию создает, да, какие-то, ну, науку, учения, концепции, литературу. Вот это как раз те люди, которые и вкладывают смыслы в головы других людей. Я правильно, Андрей, я правильно понимаю, что это создание, как бы, еще одной информационной оболочки, в которую человек попадает по определенной теме и начинает не ориентироваться. Да, то есть там есть аудио, видео, текстовые материалы. И это как личный кабинет у человека по определенной теме, да? Да, можно сказать, что это кабинет читателя в библиотеке. Он, как бы, зашел в кабинет, задает конкретные вопросы в эту большую библиотеку. И ему прям приходят конкретные ответы. Могут переходить ссылки на видео, могут переходить ссылки на книгу или на несколько книг. Вот, и он дальше уже переходит и детализирует изучение этой книги. Андрей, а если мы сталкиваемся с ситуацией, когда человек не может задавать вопросы, просто даже не знает, как их сформулировать, что мы будем делать? Потому что задаешь вопрос, когда уже немного разбираешься в ситуации. А когда мы говорим с абсолютно новым процессом, проектом, человек не может сформулировать вопрос о том, о чем он никогда не видел и не слышал. Точно, точно. Я, кстати, почувствовал себя, когда прочитал название в вашей книге, я почувствовал вот это состояние. А что это? Я даже не могу представить себе, что это. У меня даже нет идеи по этому поводу, ни одной. Вот как быть. Это то же самое, когда ты хочешь найти что-то в интернете и не знаешь, как оно называется. То есть оно там есть, но ты не знаешь, как оно называется. Не можешь даже сформулировать, чтобы найти. И непонятно, у кого спросить, чтобы вот найти это. Я очень часто сталкиваюсь с такой ситуацией, что неизвестно, как это называется. Я знаю, что оно существует, но не знаю, как сформулировать. Как нам может помочь в этом плане? Да, он может нам подобрать ассоциации. Ну, то есть, чтобы человек, когда он прочитает просто название, допустим, незнакомой ему технологии, которая ему никак пока, даже не может с чем сопоставить ее. Он может это, а, пропустить. Второе, просто проигнорировать, чтобы не быть тупым. Ну, никто не хочет быть тупым, да, для себя в том числе. Он такой, ну, я этого не знаю, наверное, я тупой, ладно, я пропускаю. Интересно. Я не тупой, это просто они не могут объяснить, да? Да, вот. Значит, можно просто переформулировать так, чтобы он понял, что речь идет о времени, в каком-то особенном, и что это, не знаю, для этого полезно. Ну, то есть, какие-то у него должны вызвать ассоциации с ним связанные, чтобы это коснулось его жизни, его сути, его мыслей, да? То есть, и когда мы соприкасаемся с тем, что к нам как-то имеет отношение, мы начинаем в этом колупаться, мы начинаем это изучать. Вот. То есть, я думаю, что нужно показать это таким образом, чтобы человек понял, что это его касается, эта штука. Можно? Можно слово? Давайте, Ярослав Петрович, вам слово. Да. Давайте рассмотрим конкретный конструктив. Непосредственно Андрей прочитал название твоей книги и такой, о боже, что это? У него даже нет мыслей. И даже если он залезет в свою нейронную сеть, а мы это уже сделали, она показывает, что нейронная сеть не знает, что это такое. Не знает. Конкретная нейронная сеть не знает. И тут интрига. Андрей, ты же не знаешь Юлию, а Юлия на предыдущих роликах заявила о том, что она, а, гений, и когда ей будет 60 лет, она получит Нобелевскую премию за то решение, которое она предложила в области трактования процессов, которые мы называем временем. И назвала это объемным временем. И вот ты, продвигающий интеллект, убедился, что информации об этом нет. А перед тобой есть человек, который является кладедью, целой библиотекой. Вот каким образом ее знания переложить в ту самую нейронную сеть? Готовы послушать? Конечно. Да, тогда Юлию Владимировне. Нет, нет, подождите, подождите. У меня есть еще вопросы к Андрею. Давайте разберем еще ситуацию с ассистентом. Смотрите, вот сейчас мы живем в век цифровых технологий. Спасибо, Ярослав Петрович, что вы переводите на более точную практическую часть. Но сегодня очень важный момент. Мы живем в век цифровых коммуникаций. И может ли нам этот ассистент стать неким проводником в образовательной парадигме? То есть мы хотим создать некое сообщество людей, кто перешел в новое время, в объемное время, в науку времени. Но так как естественный интеллект медленнее развивается, чем искусственный, ему нужно больше времени, чтобы понять какие-то темы. То есть у меня есть ученики, которые там доходят очень медленно, ну просто дорастают до определенного знания. То есть вообще тема времени очень сложная. И даже люди в возрасте не всегда могут до нее дойти. Как говорится, возраст приходит, мудрость остается. То есть не все приходят к мудрости в определенном возрасте. И для того, чтобы погрузиться в эту тему, нужно больше времени. Должна быть определенная структура, как получать эти знания от простого к сложному. Чтобы можно было ежедневно каким-то образом углубляться в этот материал. И можем ли мы создать такого ассистента, который может дать некие пути. То есть, например, вот у нас как аналогия, там есть кедхурс, где человек посмотрел его. Есть книга, которую он там прочитал. А ассистент, он, получается, может дать больше, что человек входит. И здесь он может посмотреть, здесь он может послушать, здесь он может почитать, здесь он может посмотреть кино. Но есть некий такой алгоритм от простого к сложному. И есть по запросу человек, например, понял, что ему сейчас вот это интересно. И сеть может как бы выдать. И, соответственно, если мы продумаем какие-то, ну, как это, чего там, часто задаваемые вопросы, да, какие-то вот элементы, может это быть именно некой оболочкой для развития естественного интеллекта. Это я бы подчеркнула. И развивалось именно сообщество. Классно. Однозначно. Именно для этого она и создана. Быть нашим вот этим помощником. То есть мы ассистенту говорим. Вот книга, на базе которой ты будешь меня учить. И эту книгу ему загружаем. И говорим. Больше ничего не использует. Только эту книгу. Только эту информацию. И, пожалуйста, создая методологию, я мужчина 50 лет, там, русский, чтобы она понимала, с кем она общается, да, то есть я даю ей свой портрет, свой там уровень образования, там, высшее образование, нет высшего образования. Учи меня вот этой дисциплине, чтобы мне было понятно. И если я хочу еще, чтобы это было с какими-то примерами, или, может быть, в какой-то более юмористической форме, ну, чтобы было веселее чуть-чуть, она, я могу ей даже задать, что ты будешь со мной общаться в стиле, там, Пушкина, или в стиле, там, еще кого-то, или в стиле автора, Юлии. И он может поддерживать, как бы, языковой стиль человека, ну, учителя, назовем так. И он будет со мной, вот, мне выдавать методические вот эти блоки, модули общения в том формате, который ему запрограммируется. Если я попрошу его анекдоты мне травить по каждому модулю, он мне будет травить анекдоты про время, про нет времени, ну, то есть вот все вот это будет более удобная форма для обучения, более понятная, структурированная. Мы обучаем нейропомощников структурировать текст. Автоматически он выделяет заголовки, выделяет абзацы, ну, то есть акценты ставит там жирными буквочками, точечками на главные мысли. Ну, то есть человеку современному легче, ну, читать текст, когда он с выделениями, структурирован, разбит на абзацы, на предложения, ну, какие-то такие вот смысловые. Вот, и мы тогда получаем классного учителя, который в нашем, ну, с нами работает, в нашем таком комфортном для нас ключе. Если я медленно и тугодум, он будет медленно и тугодумно мне все разжевывать. Если я супербыстрый такой поспешайка, он будет так мне быстро наваливать. Вот, поэтому он вот помогает обучаться на базе той информации, которую я попрошу его использовать в качестве обучающего материала. То есть мы вашу клубу можем загрузить туда, и он будет по ней учить. А какой уровень самообразования этого ассистента, то есть как он может самообучаться? То есть они же тоже как-то эти, все искусственные интеллекты, есть у них свой шаг в самообучение. Да. Это пример, прошу рассматривать конкретный пример. Сейчас, забив поисковую систему объемное время Юлии Татьмянина, нету ответа. Как нам, то есть ему сколько ни задавай, общает со мной так, так, так. А он не знает, кто такая Юлия Владимировна. Не знает. Пока туда не положишь, он не даст. Поэтому мы сейчас плавно перейдем от теоретической части к практической и предоставим слово Юлии Владимировне. У тебя же до 17 часов время. Плюс-минус. Юлия Владимировна, вы сколько сможете нам еще? Ну, в общем, сейчас готовьтесь, сейчас будет ваше соло, и будете отвечать на вопрос Андрея, понимая, что потом мы это загрузим в искусственный интеллект, а Андрей настроит, что оттуда вытянуть, как общаться, как Юлию Владимировну. Все. Вам слово, Юлия Владимировна. Я еще один вопрос задам. А есть искусственный интеллект, который создает до цифрового двойника. Чем отличается цифровой двойник от ассистента искусственного интеллекта? Получается, цифровой двойник, он копирует манеру сообщения человека. Если там есть голосовой, то он может акцент копировать какой-то там. Значит, и копирует манеру, обороты слов, которые использует человек. То есть мы ему должны сначала обучить его на каком-то куске диалогов этого человека, эксперта, чтобы он понял, какие он использует повторяемые обороты речи. То есть эта функция есть, Андрей, эта функция есть. Да. Сколько времени и сколько информации нужно вложить в этот искусственный интеллект ассистента, чтобы можно было выдавать людям? Все зависит от того, ну, какого уровня мы хотим этого ассистента. То есть, ну, предположим, три уровня. Самый простой – это просто гид по книге. Он просто рассказывает о том, что есть в этой книге, на конкретные вопросы, давая конкретные выдержки, прям выдержки из этой книги. Можно со ссылками на первоисточник. Это базовый уровень, ну, там, несколько часов займет такой, создание такого ассистента. Уровень два – когда мы хотим, чтобы уже как будто сам автор нам преподавал эту дисциплину. Тогда мы должны об авторе информацию туда поместить и попросить, и даст некие тексты авторские, например, из его диссертации, из его научной работы, из его книги, где нейросист может увидеть почерк, да, почерк этого человека и вот так вещать. Я когда там делал себе ассистента, помнится, по картам Таро, кто-то меня просил, и Алистер Кроули там такой был один из создателей. Так вот, этот ассистент со мной говорил, как Алистер Кроули в Средневековье. Он говорил, сын мой, вот карта такая, значит, такое. Ну, то есть, у меня было ощущение, я разговаривался с Средневековым каким-то рыцарем или магом. Вот этот стиль он берет из источников автора. Это второй уровень сложности ассистента. И третий, когда мы создаем полностью аватара, мы делаем его образ визуальный человека, речи записываем, и этот аватар, тексты, которые надо, он проговаривает тексты своим голосом, похожим на голос автора и может еще и на разные языки его сразу же переводить, ну, как бы менять. Это третий уровень сложности. Ну, то есть, можно так выделить, три уровня разных сложностей. От нескольких часов до нескольких недель. Это занимает время. Сколько человек могут пользоваться одновременно этим ассистентом? Будут ли у них какие-то взаимосвязи между собой, там, чаты или какой-то... Не будет. Это будут личные диалоги, но их может быть тысячи одновременно. То есть, вот сегодня, допустим, такой нейросетик, как ЧЖПТ, одновременно пользуются, там, миллионы людей. Я даже не знаю, сколько там есть же момент, но миллионы людей. Это все персональные диалоги с каждым человеком. Другие люди этих диалогов не видят, слава богу. И эта система бесплатная? Эта система, ну, скажем так, условно бесплатная, которая сегодня, пояснил, допустим, ЧЖПТ, в его хорошей версии, он стоит 20 долларов в месяц. И мы можем пользоваться этим сервисом, ну, имея вот такой бюджет, скажем так. Наш сервис тоже, он платный, в нем тоже, примерно, 20 долларов человек вносит на свой депозит, а дальше его расходуют по мере диалогов. То есть, там, нейросеть, она берет плату за каждый символ, который туда ушел и который от нее пришел. То есть, это как мобильная связь. Мы звоним исходящий и входящий звонок. И это все оцифровывается, ну, в денежку. Ну, это деньги очень небольшие, то есть, доступные любому он сегодня даже и студенту. Вот. Но ассистента, когда я создаю ассистента для публичных задач, то есть, я владелец ассистента, и я беру на себя расходы этого ассистента и даю ему доступ к широким слоям населения. И люди с ним целыми днями общаются. Я оплачиваю нейросети вот за все эти диалоги. Опять же, как за мобильную связь. То есть, очень хорошая аналогия, считайте, что просто я дал свой телефон, телефон доверия по всему миру, и мне звонят люди. Вот, я плачу за все входящие звонки. То есть, это такая форма служения людям, да? То есть, мы создаем ассистента, который бесплатно обучает людей какому-либо знанию, да? Да, бесплатно. Он может платно обучать. То есть, можно предложить ассистенту, чтобы он донаты собирал. Например, он может в ходе диалогов показывать ссылку на благотворительный счет, куда люди могут переводить свои донаты. То есть, этот ассистент, можно его сделать как сервис, бесплатный или платный. То есть, по желанию владельца ассистента. Можно сделать его благотворительным, можно сделать его за донаты, можно сделать его прямо как по подписке. Человек подписывается и получает доступ к этому ассистенту и с ним общается. И каждый пользователь настраивает своего ассистента под себя, правильно я понимаю? Нет. Владелец настраивает ассистента, и больше никто не может его настраивать, кроме владельца. То есть, владелец является модератором, ну и, по сути, это его авторское право, что ли. Он, по сути, создал личность, да? Научил ее чему-то. Ну, субличность. Неоросеть большая – это личность, а это маленькая субличность. То есть, мы натренировали ее на каком-то материале, и теперь она может обучать других людей, как субличность такая. Хорошо. Спасибо большое. Теперь я готова ответить на ваши вопросы. Здорово. Расскажите, пожалуйста, вот что это за такое удивительное время, необычное. И называй самое необычное. То есть, вот я вообще не смог никак для себя его с чем-то. Мы сопоставились. И это вызвало во мне два чувства. Первое – интерес. И второе – ну, страх определенный внутренний какой-то, такой еле уловимый. Юлия Владимировна, не начав отвечать, чтобы потом не прерывать, принеси модели платоновых тел, что есть, демонстрируя слова, демонстрируя объем. Это создание нейронных связей. Принесите, пожалуйста. Так, а вот наш разговор на нейросеть сможет прослушать и потом сможет с ней обсудить, о чем беседовали? Если аудиофайл будет, можно будет нейросеть аудиофайл предложить, и она его может, ну, как сделать по нему summary, анализ, ну, как будто бы переговоры провели. То есть мы можем прямо сейчас сказать, что уважаемый искусственный интеллект, проанализируйте возможности создания земного рая на планете, внедрив за один год производство сотен миллиардов микрочипов по производству генерации электроэнергии. Вот, вот такая входная позиция, и дальше штор открутит искусственный интеллект. Да, ему можно вот вводные, но для начала, смотри, для начала нужно создать правильного ассистента. То есть, если мы так скажем просто, чат уже эти, или там, джемини, большой языковой модели, она нам даст очень поверхностную, ну, общего пользования, такую информацию. Все и обо всем, и ни о чем, назовем так. Но если мы создадим на этой базе этой нейросети ассистента, которому скажем, что ты эксперт в области, там, например, технологий, энергетических технологий, ты знаешь там все ключевые современные там достижения, ну, знаком со всеми вот этими показателями, вот тогда мы получим совершенно другого качества информацию, да, которую сможем применять практически какие-то цели. Поэтому ассистент это всегда надстройка над нейросетией, и это всегда узкая специализация его компетенций. Вот тогда мы получим хороший результат от взаимодействия с таким искусственным взаимодействием. Владимир Владимирович, занимали эфир, пока вы готовились. Итак, готовы передать слово студию глобальной волны Юлии Владимирович Татьяновичу. Вам слово. Спасибо большое. Самая сложная тема для людей это тема времени, потому что очень много ложных вбросов, очень много ложных постулатов существуют в этой теме, начиная от времени нет, заканчивая теориями, которые базируются на неточных инструментах измерения. И если говорить о том, как я к этому пришла, у меня был удивительный опыт, понимание, что время можно сжимать, растягивать. Есть видение, было видение о том, что время не так измеряется, как принято. И в 2004 году я приехала в Москву, изучала в эколого-процветительском центре свет тему науки времени. То есть я была преподавателем университета, и мне казалось, ой, я сейчас быстро буду обучать людей новому и тому, что никто не знает. Выяснилось, что эта тема настолько глубока, настолько обширна, настолько проникает во все сферы, что до сих пор я нахожусь в исследовательском поле и изучении этого вопроса. Я обнаружила много пробелов в обучении времени. Мы время изучаем только в детском садике специально. То есть потом в школьной программе, в университетской это идет как бы мимоходом. Специально мы темы времени и пространства не исследуем. И отсюда возникает очень много сложностей, потому что человек сталкивается с проблемой дезориентации. И ключевая фраза, которая меня зацепила в науке времени, что время было украдено и сжато в плоский круг. Кассе Эргуэль в своей книге говорит об этом в книге «Дримспелл». И вот это удивительнейшая синхронизация, что именно сегодня мы говорим именно об этом. Потому что сегодня день желтой космической звезды в календаре нового времени каждый день имеет определенное значение. И именно в этот кин было время украдено. То есть описывается такая некая история о том, что планетарный кин шел по лестнице восхождения, шел по развитию энергии. И именно с 208 кина он как бы запнулся и забыл. И вот история стала, стал вопрос, вспомнит ли он, зачем он шел по этой лестнице, для чего это ему было нужно. И именно сегодня мы понимаем, что нам тоже нужно ответить себе на вопрос, куда мы идем, для чего мы идем, какими пользуемся мы инструментами. И именно сегодня возникает этот разговор, где можно ответить на этот вопрос. Удивительным образом у меня есть такие часы, которые показывают время. Вот мы примерно так его смотрим на него. У нас там ни делений уже нет, ни каких-то опознавательных знаков, потому что здесь нет качества. То есть есть только стрелки. И даже если здесь будут деления, мы посмотрим на эти деления, но нам этого будет недостаточно. Сколько сейчас времени? Это день или ночь? Нам нужно посмотреть на улицу. То есть 12-ричная система координат, которую мы используем, она не дает нам качества времени. То есть она дает нам только длительности и соотношение с природными объектами. Но если мы посмотрим, то на самом деле часы двигаются по некой спирали. То есть они двигаются куда-то. То есть как минимум, мы говорим из прошлого в будущее, и мы где-то находимся вот в этой точке. Но вот эта игрушка очень наглядно показывает, что нет никакого поля, которое бы нас сориентировало, куда это движется, как это развивается, как это расширяется, вот эта модель времени. То есть в современной системе координат, часы и календарь, это два инструмента, которые дают нам ориентацию во времени. Но ни часами, ни календарем невозможно измерять какие-то другие инструменты. Мы только пользуемся делением 60-60, 24, потом 12, 30-31, 28, 365. И потом даже в географии, когда переходят считать на часовые минуты, часовые секунды, то тоже пользуется вот эта вот математика 60-60-24. Ну понятно, что это, ну просто, это очень сложная система. И в астрономии точно так же световые секунды, световые минуты тоже умножаются на 60, на 60, на 24. И это нам очень сложно, если сравнивать хотя бы даже с десятиричной системой измерение пространства, метричная, которая у нас сейчас используется 10 миллиметров, 10 сантиметров, 10 дециметров, 10 метров, километров. И как бы вот она хотя бы десятиричная. Хотя бы это попроще. Соответственно, предложение, которое выработалось за эти 20 лет, оно заключается в том, чтобы выйти на 20-тиричную систему координат, и которая вырастает потом в 260-тиричную. Используется календарь Майя, который называется Цолькин. И благодаря этому инструменту происходит очень быстрое считывание информации и ускоренное решение. То есть развивается глазомер времени. То есть сейчас глазомер времени не работает. То есть человек не может там сказать, какое там будет число через 100 дней, какое число было 100 дней назад, не может быстренько посчитать, сколько до его дня рождения осталось, где он будет через пять лет. То есть у человека он очень плохо с ориентацией во времени. Поэтому сейчас очень много проблем, связанных с тем, что человек не может правильно рассчитать свою жизнь, время своей судьбы. И, соответственно, время утекает сквозь пальцы. Наука нового времени, она помогает человеку синхронизировать себя с природой и выйти на ритмы, которые были приняты во многих холл-культурах и базировались на природных циклах и фракталах в числе 4, 5, 10, 13, 28. И происходит как бы соотношение с реальностью. То есть очень много в математике и в геометрии не связано с природой. То есть мы как бы изучаем теории, изучаем какие-то формулы, но с природой и с самим человеком это не связано. Происходит разрыв. Человек не понимает, где это применять. И потом в каждой отрасли, куда бы он ни пришел, ему говорят, забудь все. И мы тебе сейчас будем обучать именно то, как эта реальность реализуется в практике. Но это же трата времени. То есть сейчас мы должны осознать, что самое ценное, что есть у человека, это его время. И нужно научиться его экономить и правильно распоряжаться. То есть взять ответственность за свое время и распоряжаться им эффективно. И, соответственно, не тратить его куда-то там так, чтобы уходило сквозь пальцы. Все понимают, что проблемы, очень много проблем именно из-за этого. И развитие мозга, о котором я тоже много говорю, оно заключается в том, что у человека очень сложные системы именно в взаимодействии, расчетах во времени и в пространстве. И календарь Майя, который называется Цолькин, он упрощает. Вот смотрите. Вот так он выглядит. То есть вот у него такая вот модель. Здесь 20 по вертикали и 13 по горизонтали, 13 толцов, которые каждый из 20 элементов. Там внутри есть своя математика, нумерация, своя последовательность от 1 до 200-600. И, соответственно, через 260 мы можем как модель это использовать. Например, если это будет один человек, это будет 260 типов людей. То есть мы как бы говорим о некой форме взаимодействия с человеком на духовном уровне. То есть по дате рождения человеку можно сказать, кто он, какие у него даются характеристики, какой у него жизненный путь, где у него будут повороты судьбы, где у него будет окончание важных циклов, сильные дни, важные моменты. То есть некая есть математика. Но тут ничего сложного и страшного нет, потому что мы тоже с вами считаем, что годичные циклы повторяются, ежедневные циклы повторяются. Это некое, ну как бы это не программирование, это некая структура, в которой человек находится. Именно структура мозга. Точно так же есть структура жизни человека, в которой уже есть повороты судьбы, в которые человек так или иначе все равно попадает в определенные возрасти. И если вот он знает и ориентируется, то он более качественно использует тот временной момент, в который он попадает. Как предупреждают человека, что будет дождь, он берет зонтик. Точно так же здесь есть моменты, когда человека предупреждают, и он понимает, что в жизни можно это использовать более качественно. Если мы будем использовать это во временных фракталах, 206 истеричных, то одна клеточка, если будет равняться, например, один день, это будет 261. Если один год, 260 лет. То есть мы как бы с вами раз и ускорились, то есть быстренько увеличился у нас, ну тут же мы можем любой подставить, это же модель. А если будем использовать для пространства, то, например, будет одна клеточка равняться одному сантиметру, то будет 260 сантиметров. Один километр, 260 километров. Одна астрономическая единица, 260 астрономических единиц. Соответственно, размер Солнечной системы 50 астрономических единиц. Ну, то есть мы можем сказать, вот у нас, ну мы сжали и увидели размер Солнечной системы. И таким образом у нас появляется структура. Память у человека сохраняется именно на структуре и на ассоциации. То есть только два элемента удерживают память человека. Так как во времени структуры нет, у человека очень много происходит забывчивости, болезней, да, там, проблем из-за того, что просто нет внутренней ясности по ориентации во временных и пространственных ориентирах. Потому что время и пространство вообще не связано, да, то есть они существуют в очень сложной связке. А используя вот такую вот модель, мы можем упростить систему запоминания событийного ряда, упростить моделирование будущего, осознавание своего прошлого. И происходит понимание взаимосвязи всех предметов. Потому что мы, когда изучаем тему времени, мы понимаем, что мы изучаем скорости. Скорости атомов, это будет физика, скорости клеток, это будет биология, скорости психологических процессов в человеке, это будет психология, скорости исторических процессов, Скорости географических процессов, скорости астрономических процессов. И каждый предмет имеет свои границы именно скоростей. То есть именно время ограничивает каждый предмет. И когда у нас будет новая система образования, в которой будут именно различные скорости, которые мы будем изучать, и тогда у нас будет намного проще понимание вот этих вот и границ, и принципов, и математические закономерности, они же везде одинаковые. Почему нет единой теории всего? Потому что нет единой системы координат. Потому что время существует в одной координате, пространство в другой. Потому что от секунды до одного года не в соразмерной истеричной системе координат. А когда мы выйдем на единую систему координат, нам будет намного проще. И по единой системе мы сможем изучать, анализировать и демонстрировать более качественные результаты. Потому что когда мы смотрим на окружающие предметы, мы их изучаем по форме. Ну то есть, например, вот есть определенная форма, и мы там проводим аналогию, и начинаем каким-то образом соотноситься с этим, давая название, понимание, где мы это используем. А в науке времени каждый такой предмет, он не просто вот, я повернула, тут уже потеряли ориентацию, а он будет иметь определенную грань какую-то, более точную. Мы, соответственно, будем более точными в исследовании, в анализе, в расчетах. И используя эту модель, мы станем более понятны друг другу, потому что будет развиваться телепатическое взаимодействие от того, что наш мозг будет подключаться к единой системе наосферного знания. То есть наука времени, это не просто математика, это не просто там гороскопы, это целая философская концептуальная школа, в которой есть глубинные основы, которые заложил Хосе Эргуэллис, и они говорят о том, что Земля наш общий дом, что мы живем на одном планете, что мы земляне, и мы отличаемся от всех как человечество. То есть единая Земля, единое время, единое человечество нас объединяет именно нравственные устои, и время существует только в голове у человека, ни у кого, нигде больше тем времени нет, ни растений, ни животных, ни у кого нету способности разделять временные отрезки на какие-то качественные или количественные элементы. Все находятся просто в потоке изменений. То есть выпал снег, все зима, снег растаял, все, пора размножаться. У человека есть способность именно соотноситься со временем, разделять, умножать, делить, представлять. То есть именно это способность человеческого мозга. То есть именно мозг развивается, когда человек думает о времени, когда он анализирует прошлое, когда он фокусируется на будущем, когда он имеет большие горизонты планирования. А сейчас у большинства людей горизонты планирования очень маленькие, потому что они находятся в страхе неопределенности. То есть непонятно, что будет. Непонятно, что будет через 5 лет, через 10, где это планирование. Нужно вот все в дефиците. Времени нет, денег нет, ничего нет. И человек находится все время в постоянном стрессе. Но если выйти из этой парадигмы, из этого ритмического дискомфорта, который нас вводит постоянно аритмия, 60 секунд, 60 минут, потом 12 часов, нет, и 24, потом то ли 30, то ли 31, то ли 28, потом еще недельные циклы. То есть человек все время находится в дискомфорте. Когда он выйдет из него, то тогда он выходит на природу и встает солнцем, ложится в солнце, он начинает вести совершенно сообразную природную жизнь, которая помогает человеку войти в свое естественное, психологическое состояние и заниматься преобразованием мира с творческих позиций. То есть восстановлением своей семьи, своего рода, своей целостности, гармонизации. То есть здесь работы, ну вот столько, здесь очень много всего, что нужно делать. И куда нас ведет будущее, в котором находится сейчас большинство человечества? Именно в войну с машинами. Вот в это соревнование, что машины, они развиваются намного быстрее, чем человек. И через какое-то время очень много сценарных картинок, которые нам показывают, что искусственный интеллект будет умнее естественного интеллекта, и он, естественно, победит, потому что он самообучается, и развивается быстрее, чем человек. А человек с помощью этого искусственного же интеллекта деградирует, потому что он не опирается на свою собственную осень, не опирается на свой собственный мозг, потому что физически не может. И, соответственно, это путь в никуда и уничтожение всего человечества на планете Земля. Путь науки времени помогает осознать, что мы находимся в возможности сделать хрональный сдвиг, выйти своим сознанием из-под влияния луча 1260, где все это неравномерно, не точно, не фрактально и дисгармонично, и где работают в этом ритме машины, а выйти в другой ритм, который сообразен нашей собственной природе, в котором развивается наш мозг, наше сердце, наша душа, потому что у машин не душа. Это тоже сейчас факт. И развитие именно духовных ценностей – это очень важная часть развития человечества. Говоря о том, что мы развиваем искусственный интеллект, мы забываем о том, что нам человечеству нужно развиваться именно духовно. И очень много проблем от того, что нет работы над духовным ростом человека, ребенка, взрослого, потеря вот этой нравственности, которая помогает человеку выйти на новый уровень развития. И все просто копошатся на бытовых физиологических процессах, не поднимая свой дух на должную высоту. Наука времени помогает осознать философские концепции, нравственные концепции, увидеть единство землян, перейти на телепатическое поле, которое открывает новые доступы. То есть это же… Посмотрите, сколько создано процессов, которые находятся именно из-за непрозрачности существования людей, что они не чувствуют друг друга, не могут доверять друг другу, не могут взаимодействовать с друг другом, договариваться. Это же все нравственные моральные ценности. То есть переход на 13-260, то есть вот на эту систему, позволит человеку взращивать свой дух, свою силу, ответственность, осознанность, наблюдение. Это очень серьезная самодисциплина. То есть вот мы и делаем такие вот синхронографы, такие ежедневники, в которых вот личные… Ну, то есть у каждого такая есть тетрадь, в которой человек ведет записи. То есть каждая клеточка – это один день. И, соответственно, вот эти записи помогают… Это как учебник, раскраска, наглядный материал. То есть вот черно-белое – будущее у всех одинаковое. То есть здесь 28 дней, каждый день имеет определенную качественную характеристику. Он у всех одинаковый. Но прошлое у всех разное. И, соответственно, даже если человек захочет, ему очень сложно вспомнить, что он делал 10 дней назад, месяц, год. А у меня такая как бы карта памяти вынесена на бумагу. И я могу ассоциативно вспомнить, а что я делала в 208-й кинг в прошлый раз, 260 дней назад. Могу вспомнить, что я делала там 520 дней назад. Потому что карта памяти, к сожалению, в голове не держится. Она стирается два раза в день. Утром – все, что нам снилось. И вечером – большинство того, что происходило за день. То есть есть две волны, которые вот стираются. И человеку, соответственно, нужно работать со своей памятью, нужно работать со своим мозгом, чтобы он развивал ассоциативные моменты и помнил свой предыдущий опыт, чтобы он правильно принимал решения, которые дают ему выводы, что он может посмотреть на то, как он проживал, почему он сейчас испытывает боль, почему он испытывает страдания. Потому что он сам причинил, сам сделал. То есть и волчок обязательно переворачивается. То есть мы всегда будем проживать две стороны, когда мы что-то сделали, а потом нам что-то сделали. То есть мы всегда проживем оба полюса этой эмоциональной составляющей. То есть если мы знаем, через какое время нас это ждет… Любовь, выключите, пожалуйста. Ой, случайно. Да. Если мы знаем, через какое время нас это ждет, мы, соответственно, будем понимать, что сбивая гвозди, даже если мы их достанем оттуда, у нас все равно останется дырочка. И можно остановиться и не делать какие-то события, не создавать какой-то виток негативного опыта, чтобы потом не получить это в ответ. И вот есть такой вот у нас замок судьбы у каждого человека, замок времени, да, где каждая клеточка – это один год, 52 года, 104 года. Соответственно, вот есть повороты в судьбе. И если человек точно понимает, ну, знает, что у него сейчас идет лучшее тренцедельное, поворотный год, то он правильнее использует моменты, благоприятные моменты, которые складываются, которые даются. Большинство же думают, а потом, может быть, еще как-нибудь, сложится еще раз, дадут еще раз, ну, я потом, я подумаю. А иногда этого момента нет, да, то есть он не повторится, то есть не будет вот этого второй раз. И наука времени обучает делать все очень точно, очень качественно, понимая, насколько влиятельен момент, насколько человек находится в цепочке событий и взаимодействии с другими людьми. То есть оттачивается самодисциплина, ответственность, внимательность, точность, быстрота реакции. То есть это не просто как бы там, ну, вот давайте мы изучим философию какую-то, нет, это абсолютно прикладной инструмент, который помогает совершенно по-иному взглянуть на собственную жизнь, на себя, узнать, кто ты, принять свои особенности, развивать свои, там, сильные и слабые стороны, найти себе применение, потому что у каждого есть свой бэкграунд, который он может тут реализовывать, и человечеству дается возможность перевести русло, реки времени для всего человечества, потому что та энергия, которую мы генерим, она развивает и всю планету целиком. То есть мы же большие батарейки, которые своими эмоциями, своими вибрациями, своими силами создают какое-то поле, да, и то есть наука времени помогает выйти из негативного поля, позитивное, которое объясняет какие-то моменты. И покажу вам сейчас, продемонстрирую про объем длины. Даже продвижение, наверное. Вот у нас есть такие линейки, да, которые помогают нам осознать, что такой линейка можно измерять и время, и пространство. То есть здесь идет, ну, простая линейка, 20 сантиметров, арабская нумерация, точно черточная нумерация, 20 солнечных печатей, как они называются. Соответственно, вот она линейка, которая измеряет просто пространство, да. Но так как здесь нанесены солнечные печати, которые мы можем соотнести, например, с днем, то понятно, что один сантиметр, это будет один километраж одного дня. Вы знаете, сколько земля пролетает за один день? А, казалось бы, ну, очевиднейшая же история. У нас орбита там определенный километраж имеет. Мы делим на 365 дней и получаем, сколько мы пролетаем за один день. Почему мы не изучаем это в школе? Да, то есть это же очень интересная тема. Так вот, если сегодня день желтой звезды, да, то есть вот этот день желтой звезды, то завтра будет день красной луны, потом будет день белой собаки, да, то есть предыдущий день был синий руки, то есть мы начинаем ориентироваться в последовательности, в качестве дня. И у нас есть единая линейка, которая измеряет и время, и пространство. То есть мы можем сюда же положить и год, и 10 лет, или 20 лет, то есть мы масштабируемся, то есть у нас мозг начинает масштабироваться. Когда есть геометрическое подобие, говорит Владимир Кристианин, то тогда происходит резонанс, происходит взаимодействие. То есть мы не изучаем в школе глубоко фракталы, не изучаем глубоко подобие, не связываем это со временем, не связываем это с психологией. А здесь у нас получается единая такая система координат, в которой мы видим, что, например, если я дракон, и другой человек, красный дракон, то мы как бы сорезонируем, что у нас есть какие-то общие вещи, общие элементы, которые нас взаимодополняют или взаиморазвивают. Вот эта линейка, так как она мягкая, можно продемонстрировать и измерять очень много элементов. То есть по прямой, по окружности. И эти окружности могут быть разные. Можем измерять спирали, шаг спирали, высоту спирали, различные спирали. Можем увидеть ленту Мюрбюса и ее определимость. То есть так как у нее на одной стороне есть рисунки, а на другой нету, соответственно, мы можем найти точку, где она заканчивается. Когда лента Мюрбюса белая вся, то она, конечно, ей невозможно пользоваться, то есть ничего не понятно. Вообще вся геометрия, она использует белые предметы, без сетки, которые не позволяют нам лучше ориентироваться. Если бы это была ясная сетка, то нам было бы проще. И мы можем из этого сделать, например, вот такой предмет, и это будет измерение углов. Вот, например, транспортир. Понятно ведь, да? Вот, транспортир. Потом из этого можно сделать цилиндрики, можно сделать квадратики, кубики, не буду мять, но очевидно. Сделать треугольнички. То есть мы с помощью одного предмета можем уже развивать свой мозг и делать различные элементы, которые нас окружают, и сделать их измеримыми. А все это базируется на календаре Майя, в котором два солнечных печати, тринадцатого. Сейчас Андрей быстренько научку считать от одного до тринадцати по-майянски. Вот одна точка – это один, две точки – два, три точки – три, четыре точки – это будет сколько? Да? То есть это очень просто. Четыре. Вот. Чёрточка – это пять, чёрточка – точка – шесть, соответственно, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать. Всё. Ну, вы научились за десять секунд считать, писать, наблюдать, вычитать, прибавлять. То есть, ну, это очень простая система. Соответственно, вот он код тринадцати, код двадцати, и они постоянно двигаются, и вот эти вот сочетания друг с другом дают двести шестьдесят элементов. Двести шестьдесят. То есть вот у нас идёт жёлтая звезда, и сегодня тринадцатый тонн. И вот сегодня у нас вот такое вот сочетание. Соответственно, вот будет завтра, потом будет послезавтра. То есть мы начинаем это видеть. А как мы из плоскости можем увидеть объём? Вот так. Копано. Вот так. То есть у нас появляются визуализации, когда плоское становится объёмным. И мы можем увидеть, что, например, годовой цикл будет выглядеть вот так. Вот. Триста шестьдесят пять дней. Но здесь поделены на ровные сектора по семь. Получается пятьдесят две недели. Вот плоский один год. Но мы его возьмём и сделаем вот такой вот спиралью. Это ведь уже объём. То есть это же не плоская модель. Это уже в объёме. Но в этой спирали здесь нам тоже ничего ещё не ясно. Но когда мы добавим качественные характеристики солнечной печати, то у нас получится вот такая вот модель. И, соответственно, вот такая вот спираль. Я надеюсь, что вы сейчас в своей голове сможете вот так вот сложить, склеить, соединить. ну и получится бублик. И, соответственно, мы вышли из плоского понимания годового цикла. Вот из этой линии, которая в астрономии нам рисуется как орбита Земли, вышли на бублик. И наверняка ваш глаз сейчас уже думает, что тут вообще всё разные какие-то картинки, ничего, никакой взаимосвязи. Но я сейчас покажу вам волшебство, как от того, что только фокус внимания будет показывать вам закономерность. Смотрите, например, все синие, все белые, все красные. Вы же понимаете, что они вращаются по спирали. Да, то есть мы можем это представить, что это двигается по спирали. И, соответственно, эта спираль показывает нам движение потока времени. Причём здесь есть в одну сторону и в другую сторону. Это отдельная как бы тема. И двигаясь вот в этом потоке времени, мы точно так же делаем суточный цикл, земной цикл, лунный, солнечный, галактический. И это цилиндры, параллелограммы, кубы, шар. То есть это всё начинает как бы двигаться. Потому что самая большая проблема, с которой мы столкнулись в образовательном процессе, пробел темы вращения. Поэтому там нет темы эфира, поэтому там нет темы торов, поэтому там нету вообще даже тел вращения. Мы не изучаем ничего, что вращается. Мы просто смотрим, о, что-то вращается. А как это вращается? С какой скоростью? Как это измерить? Как измерить спин? Как построить вот это всё? Как это связано с пространством? Почему пространство трансформируется во вращение? Почему тела становятся быстрее, если они вращаются? Как это связано со временем? То есть когда говорят временно-пространственные ткани, не изучают понятие скорости. А наша задача создать целую образовательную концепцию, в которой мы будем изучать эти пробелы, будем изучать на одной системе координат измерения времени и пространства все то, что нас окружает, чтобы это можно было практически применять именно с нравственной точки зрения. И называется это слово цоль ахау, то есть это слово, которое пришло из майянского языка, и оно состоит из двух слов. Цоль считать ахау солнце, то есть цоль кин считать кины, цоль ахау считать солнце. Для того, чтобы как бы выделить то, что оставлено в наследии Хосе Эргойлесом и то, что сделано мной за эти 20 лет, выделение в объемные модели науки времени. Слушаю, вопросы? Юлия, как мне определить мою точку теперь в этой всей движухе временной? Я понимаю, что мне нужно по майянскому календарю сейчас свою дату рождения зафиксировать, чтобы я увидел эту точку в этой всей спиральной динамике. Да, да. Это какой-то не спалькулятор в интернете, где можно забить в современную дату рождения, да? Да. Я же 13 ноября 73 года. То есть можно будет так... Воспользоваться моментом. Что моментом? Воспользоваться моментом и узнать, кто вы. 13 ноября. 73. 1973. Вот такая вот программа. Она называется «Принципал». Устанавливается в телефон. Бесплатная программа в айфоновские системы. И по дате рождения можно узнать, кто вы в этой системе координат. Внимание! Андрей! Белый космический волшебник! Красиво! То есть вот внутри есть отклик. Из 260 вариантов, вот свой, он прямо отзывается, прямо что-то вот начинает трепетать. Душа говорит «Да-да-да, это я». То есть я, например, могу сказать, там белый электрический соединительный миров или синий ритмический орел. Такого трепета и отклика нет, как на белый космический волшебник, да? Вот, то есть появляется улыбка, человек начинает чувствовать тепло в сердце, у него начинает душа петь. Ну, то есть это вообще какие-то вещи, которые вот необъяснимы физиологическим, ну, каким-то языком, какой-то логикой. Потому что это внутренняя ось, которая начинает зиметь, как струна, которую мы задели. И сегодня день желтого космического, желтой космической звезды. Для вас, для меня, я красный космический дракон. Космический тон является важным, ну, как бы, один из 28 счастливых и важных дней, когда мы делаем то, что мы должны делать, не смотря ни на что. Вот, и то есть это тоже вот наука времени показывает синхронный момент. Ярослав Петрович просто говорит, давайте, давайте. И мы так, опа, неожиданно, да? А оказывается, это в нужный момент синхронность. И у Ярослава Петровича как раз солнечная печать отвечает за синхронность, навигацию, эволюцию, то, что он впереди планеты всей и помогает нам синхронизироваться с потоками Земли и настроить эту новую навигационную систему. Поэтому большое спасибо Ярославу Петровичу за то, что он двигает нас вперед. Может быть, пока Андрей занят и разговаривает, может быть, у наших слушателей есть вопросы, я готова ответить. Или, Андрей, у вас. Понятно, что у меня очень много игрушек, очень много демонстрационных материалов, написана книга. Мы перевели книгу Хосер Гуэльса, можно посмотреть ее в Телеграме. Она очень интересно объясняет тему времени, истории времени, возникновения этого потока, хранителей времени. И говорит самое важное, что нам нужно делать как землянам. Что нам нужно создавать советы детей Земли, которые будут отвечать за переход на новое время. И будут создавать сообщества, институты, взаимодействия, которые основаны на синхронизации в ритме 13-260. Не в ритме 12-60, там, часы и календарь, там. Мы это все помним, мы это все знаем, мы не отрицаем этого. Но у нас есть как бы своя история. Так встречаемся в день желтой космической звезды, в час красного небесного странника. Кто не знает, мы не виноваты. Да, то есть это наш язык людей, кто хочет жить в будущем, кто хочет развиваться, кто хочет нести новое знание, новые идеи, новые возможности для детей следующего поколения на планете Земле. То есть и вот это очень важно. Кстати говоря, про ассистента у меня остался вопрос. Да, именно, что сейчас придется, ну вот я не вижу пока другого пути, придется взращивать людей, кто развивается в этой теме. И это 5-12-летние дети. Да, сейчас бой идет именно за этих детей. Да, что мы вложим в этих детей, какие нравственные устои, что у них будет двигать, каким будет наше будущее через 10-15 лет. Вот это долгосрочное планирование, долгосрочное видение, оно как бы развивает. И сейчас эти дети, они более, ну как бы, более интересен этот цифровой мир. Мы их не вытащим оттуда, да, если там бабушки, дедушки, там наше поколение еще как-то так это отстраняется, да, и говорит, нет, нет, нам это не надо. То следующее поколение детей, они уже живут в этом мире. И возможно, что предложение для следующего поколения детей будет более востребовано. И каким образом, что мы должны учесть, если мы будем это делать для детей, ну там до 15 лет. Да. Юлия, можно вопрос? Получается, человек, рожденный в определенную дату, у него есть какая-то функция для группы. Да. У меня белый космический волшебник, у меня есть какая-то задача. для всех остальных людей я чем-то могу им быть полезен, да. И человеку важно распознать эту свою миссию, некую функцию в группе. Да. Следуя этой функции, он будет проживать максимально эффективно свою жизнь и с пользой для всего мироздания. Да. Вот, получается, есть ли описание некой линии судьбы человека, рожденного под каким-то символом? Ну, то есть, да, есть какие-то описания? Есть. Есть описания, но их нет в открытом доступе. То есть, если вы наберете там белый космический волшебник, у вас будет, ну, какая-то мешанина в интернете. Это очень, кстати говоря, показательно, что за 20 лет наука времени не выросла в интернет-ресурсах вообще от слова совсем. То есть, туда ничего не выложено, не сложено, не передано так, чтобы можно было воткнуть пальцем и найти. Поэтому даже неудивительно, что искусственный интеллект ничего не слышал про объемное время. И Татьяна Ильевна Владимировна задает, что никакой связи нет. Даже обычные поисковики и то, и те, у них нет этой информации. Это говорит о том, что это, ну, как бы, это информационное поле, оно обладает своим собственным сознанием. И оно само определяет, кому идти, кому открываться, кому давать эти знания. То есть, вот, это очень точное знание, такое микроскопичное, очень ювелирное. И, то есть, его, ну, нельзя, оно не даст быть использованным в некорректных целях. То есть, если у человека есть идея, там, на этом доработать, если он хочет, там, чтобы, там, применять это, там, для каких-нибудь не очень, там, легальных или не очень нравственных идей, то это не работает. То есть, оно, как бы, уходит и не дается. То есть, мы же понимаем, что мысли откуда-то появляются. То есть, они же не сами по себе, да, то есть, они не живут в нашей голове, они откуда-то приходят как некие импульсы. И невозможно научить человека, пока он не задал вопрос. То есть, пока вы не задали вопрос, вам некуда складывать ответ. Вот это вот самое слабое звено от работы с искусственным интеллектом, что если человек не спрашивает, искусственный интеллект не спляшет, да, то есть, он ничего не будет давать, пока нет вопроса. А чтобы был вопрос, человек должен быть сформирован и, ну, или каким-то образом как-то вот быть подготовлен или, ну, дорасти до этого. То есть, это вот серьезное такое ограничение даже в физическом мире, вот, с людьми, не говоря уже об искусственном интеллекте. Юля, а как майянцы использовали вот эти знания в своей социальной жизни? Ну, вот, не знаю, в своем управлении государством или там в образовании. То есть, они знали, кто когда родился, знали вот эти, ну, как бы функции, да. Как они это применили у себя и какой был успех? Ну, во-первых, мы можем сказать, что знание о майях уничтожено, да, то есть, вот, как точно так же уничтожено знание о славян, да. То есть, мы тоже с вами очень слабо представляем, как же наши предки вообще. Мы только догадываемся, только как бы чувствуем, что у них было просто какие-то мега-возможности и по строительству кораблей, и по перемещению. То есть, мы вот сейчас хотим, там, ковер-самолет или, там, скатерть-самобранку. То есть, это же что-то было, или, там, та же блюдечка с голубой каемочкой. Сейчас все телефоны, это вот именно та технология, да, которая описана в сказке. То есть, она у нас уже была, да. То есть, мы могли там перемещаться, были шапки-невидимки. То есть, это технологические элементы. И, соответственно, у Майя тоже были какие-то элементы, которые сейчас мы находимся просто в остаточных каких-то вот вымыслах, историях, и абсолютно не обладаем той реальной картиной, которой они были. У нас остались только пирамиды, на которые можно смотреть и удивляться, как же это было сделано, с какой точностью, с каким качеством. И знание науки времени, оно не майянское. То есть, надо отдавать себе счет, что оно галактическое. То есть, это знание уже соединено. То есть, в науке времени есть и календарь Майя, и книги перемены Дзин, и руны, и чакры, и древо Сефирота. То есть, это единое знание, потому что время было как единый закон на планете Земля у всех. А когда там была лучшая синхронизация и вагонское столпотворение разрушило сознание землян, и появилось множество языков, множество народов, точно так же появилось множество разных календарей и счета одинаковых астрономических процессов. А сейчас мы находимся в потоке времени, когда нам нужно, наоборот, собрать это все, как единые пазлы, разбросанные по всему миру, единство землян, которые думают в единой волне. То есть, и вот сейчас я наблюдаю, что между теми, кто занимается науко-времени, существует телепатия, существует единство, ну, как бы, вот ощущений, чувствований, тем, материала, познания. То есть, человек начинает познавать изнутри, что ли. Это очень серьезная, большая нравственная работа, научиться быть честным настолько, чтобы отделять, что у него внутри происходит. И когда ему посылают какой-нибудь там сигнал кто-то из, ну, там, ну, у женщин это развито, потому что там она может там посмотреть, что с ребенком на расстоянии ощутить, да. То есть, мужчин этот канал, он немножечко, ну, как-то перерезанный, или там, ему сложно. И вот сейчас я вижу, что в науку времени приходят именно сбалансированные люди, у кого что-то есть баланс и мужского, и женского, и неважно, какой пол, но этот баланс существует, да. То есть, человек может быть и мягким, и твердым, быть и мудрым, и, ну, там, каким-то слабым. И, может, и его фокус на саморазвитии. То есть, не вот в этом эмоционировании детского какого-то, ну, там, песочницы, да, это мое, это мое, а именно развитие, вклад в сообщество, взаимодействие друг с другом и умение преодолевать внутренние и внешние конфликты и проблемы, которые нас окружают. Юрия, благодарю. Мне уже нужно будет откладываться. Я буду рад помочь вам в распространении этих знаний через вот ассистентов. Постараюсь помочь сделать такого умного помощника. Буду рад посотрудничать. Очень интересно. И я много о себе узнал сегодня. Надо будет разобраться, что за функция у этого космического волшебника. Спасибо вам большое. И всех, друзья, тоже благодарю за этот эфир. Я сказал особенно, что он все это организовал. Да, Андрей. Андрей, благодарю. Тогда выложу запись на YouTube. И продолжаем общение и следующие эфиры. Спасибо большое. Спасибо большое. До свидания. Хорошо. Хорошего дня. Юлия Владимировна, завершайте эфир. Не стоп, снято, да? Ну что же, сегодня чудесный день. И обожаю этот синхронный порядок, когда складывается все спонтанно, но самым наилучшим образом, когда по мгновению волшебной палочки есть возможность нести знания, быть полезной и раскрывать знания по чуть-чуть, понемножку, чтобы они оседали в сердце. И возможно, что если мы поменяем вот эту точку сборки, что не мы обучаем искусственный интеллект, а он нам нужен только как помощник, который мы можем отказаться, а можем прислушиваться, а можем использовать, то тогда мы понимаем, что это очень передовая технология, которая поможет нам развиваться в какой-то области, потому что наука времени – это очень много областей, иностранные языки, и художественные, и изобразительные искусства, и творчество, и математика, и геометрия, и астрономия, и география. Не устану повторять, что это абсолютно новый инструментарий, новая образовательная концепция, в которой, входя в нее, человек получает доступ к ноосферным знаниям и очень легко может двигаться по судьбе, получая ответы в моменте. То есть это ноосферные технологии, которые помогают человеку стать более совершенным и более счастливым, потому что меньше проблем, которые мешают быть, жить и наслаждаться трансформацией. Стоп, снято. Да? Да, благодарю. Стоп, снято. Тогда завершаю эфир. Стоп, снято. Спасибо. 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 Спасибо.